здравствуйте друзья доброе утро сегодня с утречка я почитал в блумберге почитал статейку там опубликован список 100 мест в соединенных штатах они самые богатые места как они определяют богатство по зарплате доходом по доходам потому что доходы нельзя это зарплата значит 100 мест где у людей на семью самые большие доходы я подумал действительно интересно значит и так вот видите подсобрал страничку вот мы сейчас с вами едем по городу сани вэл тут немножко пройдем там пару минут и окажемся в лос-алтесе ну давайте я значит так буду по по ходу движения значит сани вы или который не входит сотню но даже близко доход населения 103 тысячи там 200 долларов доход на хаус холд то есть хаус холд то люди проживающие вместе в доме в доме в квартире когда мы подъедем туда ближе к работе к моей то у нас справа от улицы эл камена рил справа будет маунтин вью а слева будет лос-алтес маунтин вью тоже там близко не входит сотню маунтин вью на две тысячи больше 105 тысяч получает семья давайте знать что мы скажем я для сравнения посмотрел по стране по калифорнии по байерии вот вот так получается такая история по стране 59 тысяч доход на семью по стране по калифорнии 94 то есть более чем в полтора раза больше значит 59 тысяч 94 по стране байерия вот как бы большая ска территория относительно большая это 115 тысяч что неплохо что вдвое больше чем по стране почти вдвое больше чем по стране теперь вот по городкам по местам которые не вошли в сотню но которые важны и как бы все их знают любят там любят селиться там ну не там где совсем уж миллиардер это но так вот я рассказал санивэл 103 тысячи маунтин вью 105 тысяч доход на семью полу-алто полу-алто это сразу за лос-алтес и маунтин вью вот да если вы наш офис представляете вот туда метров но я не знаю 300-400 вот в ту сторону и там уже начинается полу-алто полу-алто это сто двадцать шесть тысяч до до сто двадцать шесть тысяч по бэй-эрии в целом еще раз это 115 то есть вы видите что маунтин юис и невел это немножко меньше чем по бэй-эрии а полу-алто это немножко выше на 10000 на 11000 чем бэй-эрии вот такие интересные дела но достаточно много мест оказались в этом списке из так достаточно много мест вот очень локальных оказались там могу сказать что из ста 21 находится все в калифорнии 21 из них подавляющее большинство в северной калифорнии вот здесь и здесь нет например что-то у вас в кино показывают вот какие-то места дорогие тогда будет в районе лос-анджело лос-анджелеса я пытаюсь помнить что там считается очень дорогим местом да вот его тут нет списке и 100 так вот значит давайте что на первом месте на первом месте город ассартон это туда ближе к сан-франциско но отсюда может быть езды не знаю минут 30 вот если так без трафика город ассартон по прикольное местечко вам понравится вот и там это это номер один городок в соединенных штатах по доходам населения четыреста сорок три тысячи четыреста сорок три тысячи на семью вот скорее всего в семье один человек работает там я не знаю думаю там так хорошая семья ночью вот так зарабатывать теперь идет на втором месте чтобы вы не думали что все бабки в калифорнии идет штат колорадо черри хиллс вы луч и 390 тысяч конечно между 443 390 разница в 53 тысячи довольно серьезная ну как бы да там 12 процентов там 13 процентов перепад большой то есть ассартон какое место специфическое так вот этот черри хилл потом очень близко к черри хиллс там раз разницы в 3387 идет штат нью-йорк город скарсдэйл потом идет тоже очень близко 373 тысячи идет лос-алтес хиллс вы знаете наш офис находится в лос-алтес вот там а лос-алтес хиллс чуть левее вот вот сюда вот поэтому это совсем рядом ну скажем так если пешком пойти от нашего офиса то через 15 минут мы с вами окажемся в лос-алтес хиллс так я тут надо вырулить правильное место лос-алтес хиллс на четвертом месте вот значит афер из пятерки да афертон вот тут лос-алтес хиллс вот тут почем нынче лос-алтес хиллс еще раз 373 тысячи почти 374 тысячи зарабатывает хаус холл в лос-алтес хиллс я могу забегая вперед заранее сказать что лос-алтес сам по себе на двадцать восьмом месте хиллс такое более эксклюзивное место немножко больше хотя не вот так рядышком находится лос-алтес на двадцать восьмом месте двести шестьдесят пять тысяч на семью так ну что нам зеленый свет то будет то будет так и на пятом месте значит берг еще раз первая афертон калифорния второе черри хиллс вилл очка лорада третье скарсдейл нью-йорк дальше на четвертом лос-алтес хиллс калифорния на пятом шорт хиллс нью-джорси надо сказать что там этот пятачок нью-джорси нью-йорк там коннектикут вот там довольно таки высокая концентрация богатых людей это пусть это не один штат а там их три но но там примерно треть всего что в списке из 100 примерно треть вот хотя если посмотреть вот на список из 100 там калифорния где-то там 21 из 100 да но если посмотреть скажем первые я не знаю там 50 то калифорнии там будет не 20 процентов там 25 может быть там больше но не суть не суть то есть деньги по стране раскиданы основательно и вот после пятерки я когда начал смотреть что там калифорнийского есть там идет большой такой пробел и вот начинается пьедмонд это тоже тут недалеко очень очень такое хорошее место симпатичный городок небольшой 277 тысяч на двадцать первом месте на двадцать восьмом лос-алтес 265 на тридцать втором город манты сито если вы санта барбару знаете вот манты сито это там значит 263 тысячи а тибурон тибурон это немножко севернее сан-франциско невероятной красоты такой как сказать город там с одной стороны холмы с другой стороны океан залив сказочной красоты яхты вообще классное место тибурон 262 тысячи и до до 37 аренда калифорния я тут поближе то которые я не стал дальше 37 место идти там еще и аренда калифорния 257 ну вот вы видите значит на последнем месте чтобы вы понимали какие доходы в первые сотни на последнем месте в сотне идет совершенно очаровательное место недалеко от чикаго называется highland park и там сто девяносто восемь с половиной тысяч вот где-то чтобы попасть в первую сотню надо чтобы средний доход на хаус холл был домохозяйства дал по-русски сейчас как такое слово в наше время его не было такого слова домохозяйства где-то 200 тысяч и тогда вы попадаете в сотню вот вот такая картинка вы можете на самом деле абсолютно любое место которое на карте есть вы можете пойти там в google и написать там эверич хаус холл инком и на там и дать вот это вот название вот друзья мы продолжаем движение и находимся в маунте view практически я я знаю что улица лкамина рил разделяет вот маунте view справа с не был слева но есть места где маунте view слева тоже и хотя сани вела справа там нет но 8 здесь нет а дальше там то что мы оставили позади там есть очень они так найти границы городские переходят с места на место через улица пересекают все очень плотно и такой мегаполис вот вот эти места вот значит да тут 103 тысячи там 105 тысяч чуть левее значит попадем в лос-алтос на двадцать восьмом месте еще раз двести шестьдесят пять тысяч и вот представь себе разница между полуалто который считается очень зажиточным и классным и дорогим местом вот полуалто где 126 и лос-алтос через дорогу где двести шестьдесят пять и лос-алтос hills тут же на пятачке где 373 так вот интересно получается а так смотришь и думаешь а чё тут такого правда вот ничего такого нет а деньги есть вот ничего такого кроме денег счастливы друзья есть о чем подумать